Всем суток времени доброго, с вами Моба Киллер, и сегодня мы посмотрим с вами на визуальную новеллу, которая называется Сакура Спирит, или там, как я перевел, дух Сакура. И это видео у нас 18+, поэтому если вам нет 18, вы должны забиться в угол и плакать, сидеть до тех пор, пока вам не исполнится 18, потому что вы не можете поиграть в эту игру. Да, игрушка-то получилась зачетная, просто супер, и тут много сцен, не то чтобы насилие, но, скажем так, извращений, хентая, эти, и всего того, что мы с вами любим. Ну что ж, начнем новую игру. У каждого человека есть мечта, которую он хотел бы превратить в жизнь. Тем не менее, когда люди взрослеют, они часто понимают одну простую истину, мечты не более, чем сказки. По крайней мере, так говорит большинство людей. Когда что насчет тех, кто мог воплотить эти мечты, им просто невероятно повезло? У каждого человека есть мечта, которую он хочет достичь. Однако есть кое-что действительно важное, о чем должен знать мой мальчик. Настоящий мужчина не забывает о своих мечтах, неважно, с какими трудностями ему придется столкнуться лицом к лицу. Я до сих пор помню эти глупые слова моего отца, но, несмотря на их наивность, я понял, что они вдохновляют меня. С самого детства я увлекался боевыми единоборствами. Не имело значения, будь это матч по телевизору или манго о каком-нибудь героическом борце. Это всегда было моей мечтой. Когда-нибудь стать мастером боевых искусств. Конечно, было ребячеством считать, что я стану героем, просто обучившись им. Несмотря на то, что я уже понял, что супергерои были не более чем вымслами моего воображения, у меня до сих пор было желание использовать свою силу во благо другим. Меня зовут Гусикен Токахиро, и я 17-летняя звезда дзюдо. И нет, я этим не хвастаюсь. Через две недели я собираюсь принять части в турнире, который может создать или разрушить мою карьеру на международном уровне. Конечно, я был в восторге от возможности наконец воплотить в жизнь свои мечты и представить свою страну в спорте, который я любил. Но они же заставили меня сильно понервничать. И в тот момент, когда эти переживания терзали меня, за окном раздался знакомый голос. Ау, так и кун. Тащи свою задницу сюда. Ладно, ладно, сейчас буду, Кайоми. Не желая заставлять Кайоми ждать, я быстро подскочил к входной двери, чтобы пустить ее внутрь. И даже не осознал, что все еще нахожусь в пижаме. Подожди секунду, Кайоми. Я только возьму сменку, прежде чем мы пойдем в школу. Серьезно? Даже я не думал, что у нашей школы такие строгие правила насчет формы. Классная пижама одолжила мамы. На мгновение я опустил глаза вниз и убедился в том, что я действительно был в пижаме. Я издал стон досады и побрел обратно в комнату. Ба, нормальная у меня пижама. Золотой рыцарь – это герой известного комикса на Западе. Кроме этого, не всегда предпочитаю спать голым, как ты. Бормочая эти слова, я начал переодеваться, не особо обращая внимание на девушку за спиной. Это было всего раз. Ты прекрасно помнишь, какая той ночью была жара. И вообще, предупреждай хоть заранее, что ты тут раздеваешься догола. А вот с детства ты не возражала. Может, хочешь, чтобы я повернулся? Нет, прекрати, не вынуждай меня надрать тебе задницу. Я решил, что с нее достаточно. И быстро натянул штаны, затем нацепил оставшиеся вещи и стал подобающе одет для школы. Кроме того, у меня была причина быть таким рассеянным. Ты слишком рассеян в последнее время, что происходит в твоей пустой башке. Это предстоящий матч. Я понятия не имею, как ты можешь сохранять спокойствие, когда накануне международная карьера. Не удивлюсь, если я напридумывал достаточно мрачных сценариев, чтобы заполнить ими весь апокалиптический жанр. О, точно! Дюдо, Юдо, Юдо, уверен, ты справишься. Я видел несколько твоих матчей. Ты всем зад надрал. Конечно, если тебя это действительно сильно беспокоит, всегда можно помолиться. Помолиться? Только не говори мне, что ты не знаешь. Это одна из школьных легенд. Вроде как, где-то в лесу есть некий храм, если в нем помолиться, это принесет удачу. Итикава-сан сказал, что его сестра молилась ночью перед экзаменом и получила отличный результат. Храм, который, как говорят, приносит удачу. Похоже на выдумку, но на данный момент я готов цепляться за любую возможность. Я спрошу, это Као-сан, о местонахождении. Я определенно не в том настроении, чтобы заблудиться в лесу и закончить, как современный Тарзан. Ладно, как скажешь, если отправишься на поиски, по крайней мере, отправь мне сообщение, чтобы я знала. И ты не мог бы торопиться, а то мы опоздаем опять. Герои никогда не приходят слишком рано, но и не опаздывают. Они приходят точно тогда, когда они нужны. Но чтобы не опоздать, лучше поспешить. Это волшебник, а не герой-гений. Как один человек может быть спортивным ботаном и занудой одновременно. Давай не будем забывать о таких прозвищах, как Казанова и Мужик Года. Это тоже важно. Я сомневаюсь, что ты претендуешь хоть на одну из этих званий, мальчик в пижаме. Так или иначе, давай уже топтать туда, куда шли изначально, в школу. Угу, ботан. Несколько часов спустя. Немного позже у меня наконец появился шанс поговорить с моим одноклассником насчет местоположения храма, о котором раньше упоминал о Кайоме. Спортзал был последним в моем расписании. Как только люди начали собираться домой, я пошел к парню. Эй, Итикава, это правда, что твоя сестра нашла какой-то храм, который приносит удачу? Тайка угадает, хочешь пригласить ее на свидание? Что ж, она, конечно, симпатичная, но вроде как уже с кем-то встречается. Не обижайся, но ты не ее тип. А зачем мне твоя сестра, если у меня есть Кайоме? Все хорошо? Оставь мою сестру себе. Оставь свою сестру себе. Шутки в сторону. Меня больше интересует этот храм. Она упоминала, где он находится. Не знал, что у вас в лесу есть еще что-то, кроме Додзи. Ага, ну она вроде говорила, что он находится рядом с рекой и довольно высоко. По правде говоря, на ее слова я тогда не обращал внимания. В смысле, на ней был топ, он был таким облегающим и... Стоп, стоп, я правда не хочу слушать детали и сомневаюсь, что они заинтересуют кого-то еще. Как ты знаешь кого-нибудь, кто бы мог слышать о этом храме? Парни, вы говорите о храме Удача возле леса? О нем и только о нем, судя по рассказам сестры Итакавы, он должен быть где-то рядом с рекой. Этого я не знаю, но пылкой девушки в Додзио с Сакурой известно куда больше. Подожди, ты говоришь об Арии Саме, той высокой, жутко сильной и очень страшной? О, в таком случае, думаю, я могу все-таки... Могу помочь. Таки, Харакун, я знаю где находится это место. Конечно знаешь, мы оба знаем. Ты просто хочешь пойти со мной, так ведь? Я не думаю, что Ария Сэмпай достаточно оценит твой визит к типичными выходками на уме. Нужно ли напоминать, что произошло в прошлый раз, когда ты пытался подсмотреть за ней после тренировки? Кровь, пот и слезы. Заткнись, я не подсматриваю за женщинами. Да это клевета, я должен на тебя в суд подать. Я бы никогда не стал пялиться на славное тело Арии Самы, вне зависимости от количества одежды на ней. О, так ты ни разу не видел ее голой? Я видел только часть груди, но через эту дырку я не смог нормально разглядеть. Вот как кто-нибудь позовите копов подглядывающий и такова признался. Я обернулся, взял сумку и игриво похлопал и такову по плечу и собрался уходить. Спасибо за наводку и такову, я сам судье... И я дам судье знать, что ты помог в ходе допроса. Это нечестно, меня заставили, я не скажу ни слова, пока не поговорю со своим адвокатом. После окончания уроков я решил попытать удачу с той крупицей информации, что мне удалось получить и одноклассников. Если память меня не подводит, то у Арии Сэмпай сегодня тренировка в Додзе. Конечно, я знаю ее, она тоже дзюдоистка, как и я. Но по каким-то причинам с недавних пор она отказывается от участия в любых чемпионатах. Арии Сэмпай, ты здесь? Припарковав велосипед, я прокричал ее имя и огляделся вокруг. Ну, типа смех. Я следую за криками и найдешь ее. Я коротко усмехнулся, увидев Арию, которая, по-видимому, была в разгаре тренировки серии движений. Она будто дралась с воображаемым соперником. Может быть сейчас была прекрасная возможность немного ее удивить. Я подкрался поближе, стараясь шуметь как можно меньше, и положил руку ей на плечо. Ария. Почувствовав ладонь на своем плече, Ария сразу среагировала. Она схватила меня за руку, перенесла свой вес чуть на бок, и с громким выдохом перекинула меня через плечо. Я не успел хоть как-то защититься, и грохнулся на пол, словно мешок картошки. Хия. Хия. Никто не подкрадывается сзади к великой... Кунуити Арии. Отака. Даже не подозревала, что это ты. Извини, пожалуйста, ты в порядке? Кунаити скорее тасманский дьявол. Ни капли пощады в этом броске. На ринге нет места пощаде, така. Лучше тебе понять это сейчас, а не через две недели. Дай-ка угадай, ты хочешь сразиться со мной? Вообще-то я пришел, чтобы спросить тебя кое о чем, но полагаю, небольшой спарринг не помешает. Да, ну и о чем ты хотел спросить? Времени у нас полно, я могу немного прерваться. С чего бы начать? В прошлом ты принимал участие в крупных и важных соревнованиях, так? Ты никогда не нервничала перед выходом на ринг? О, ну да, хах, помню. Я так нервничала, что пряталась в кухонном шкафу, пока отец не нашел меня и не затащил машину. Правда, мне тогда было лет восемь. Ну, понятно, что я не могу спрятаться от своего матча, но один из моих друзей сделал это дурацкое предложение, что я будто могу пойти и помолиться. Честно говоря, в данном случае я готов на все, лишь бы немного успокоить нервы. Так ты в этом уверен? Ты имеешь в виду матч? Конечно, уверен. Я учился дзюдо с тех самых пор, как научился ходить. Это мой шанс наконец-то представить страну и спорт, который я люблю. Хм. Ария, казалось, надолго задумывалась, постоянно постукивая пальцем по подбородку. В конце концов она щелкнула пальцами и резко схватил меня. Хорошо, я скажу тебе, как добраться до храма, но там тебе потребуется больше, чем просто хлопок в ладоши или стрижка под монаха. Ты должен что-нибудь дать храму, что-то ценное. Возможно, я что-нибудь придумаю, пока мы будем туда идти. Спасибо, сэмпай, я ценю твою помощь. Мы... О, нет-нет. Так, паренек, я не пойду с тобой. Мне нужно тренироваться. Кроме того, ты должен сделать все сам. Я могу нарисовать тебе карту и показать легкий путь назад, но ты будешь сам по себе. Ты не пройдешь со мной? Хоть чуть-чуть. Прости, так, паренек, дай мне какую-нибудь бумажку, я нарисую тебе карту. По возвращению Арии быстрые приготовления были завершены, и я последовал в направлении, указанном на карте. К удивлению, идти было не так далеко, тем не менее, совет, как вернуться обратно, если я потерялась, был немного подозрителен. Просто посмотри вниз, ты увидишь крышу Додзи с любой точки храма. Лес рядом с Додзи был моей первой преградой. Узкая тропа извивалась вокруг деревьев, а рядом была река, которая упоминала сестра Итакавы. Я следовал каракулям Арии с долей скептицизма. Но спустя час или около того, наконец дошел до предположительно легендарного храма. Храм по себе был удивительно в хорошем состоянии, несмотря на то, что находился непонятно где. Это заставило меня задуматься, не мог ли кто здесь тайно жить. Возможно, какой-нибудь таинственный мастер боевых искусств. Мысль об отшельнике, скрывающемся в этом храме и готовящемся к грядущей борьбе добра со злом потихоньку начала назревать в моей голове. Думаю, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я вздохнул с досадой, поняв, что в отличие от самого храма, территория вокруг него абсолютно заброшена, и здесь явно никто не мог жить. Так что я решил сосредоточиться на причине моего визита. Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы собраться с духом и войти в храм. Оказавшись внутри, я обнаружил довольно причудливо выглядящее подобие алтаря в дальнем конце комнаты. Я полагаю, это о нем все говорят. Я молча сложил данную мне карту, скинул ее в сумку и подошел к алтарю. Я довольно скептически отношусь ко всем этим религиозным аспектам, поэтому я не был уверен, что это и вправду сработает. Я даже сомневался, что удача сильно поможет мне в подобном матче. По-моему, в боевых искусствах нет места таким вещам, как удача. Дюдо – это применение знаний, полученных на тренировках. Конечно, доля таланта тоже нужна. Там просто нет места чему-то суеверному, как удача. Понятно, что это будет матч, где мой опыт и талант будут задействованы до предела, не больше и не меньше. Как любопытно, мальчик не верит в суеверие и все же стоит здесь, окруженный теми вещами, которые он так осуждает. Услышав голос, я глядел себя круг, пытаясь найти его источник, но никого не было видно. Кто здесь? Довольно банальный вопрос, но правильнее было бы спросить, где я? О чем ты говоришь? Покажись. Пока не стану. Развлеки меня еще немного, ладно? Это место не такое, как другие. Почему ты пришел сюда, если не веришь в такие вещи, как удача? Я прибыл сюда, чтобы подготовиться. О, провести меня. Потом к чему ты готовишься. О, просвети. Я... Ее продолжающиеся вопросы меня раздражали, но, возможно, если я продолжу с ней говорить, то смогу найти, где она прячется. Я готовлюсь к турниру по матчу под дзюдо. Дзюдо? А что это такое? Серьезно, ты не знаешь, что такое дзюдо? Это высококвалифицированное боевое искусство. А, так значит, ты воин. Не... Не решается вступить в бой и пришел сюда в надежде обращать решимость? Я... в той части про война? Какая удача? Так случилось, что я как раз нужен такой, как ты. Как я? Герой, этот храм дарует удачу героям вроде тебя, однако, каждый великий... Блин. Герои должен черта пожертвовать взамен. Почти то же самое, что и рассказывали другие твои версии, и правда звучит получше. Коротко усмехнувшись над историей, я решил подыграть и соединил ладони в молитве. И что дальше я должен заплатить тебе? Или что? Не будь глупым деньгами, что мало значит для героя. Твоя жертва должна быть намного более ценной. Я посмотрю, что судьба припасла для тебя. Когда слова девушки достигли моих ушей, меня по сигналу начало тошнить, голова дико закружилась. Я медленно опустил, отступил и упал на спину. Перед глазами все начало расплываться, и я услышал звук приближающихся шагов. Удачи, герой, она тебе понадобится. Несмотря на все мои усилия подняться, я смог лишь бегло взглянув на девушку. Рога и хвост навеивали много вопросов, но прежде, чем я успел сказать хоть слово, мой разум провалился во тьму. Лучи солнца снова вернули меня к жизни. Поднимаясь на ноги, я издал досадливый стон. Глава немного кружилась, но я сразу заметил, что нахожусь уже не в храме. Место было похоже на лес рядом с Додзи. Конечно, моей первой мыслью было осмотреться и найти ту девушку, но ее и след простыл. Что еще были отраны? Странно, тропа среди деревьев, по которой я шел, была гораздо лучшим. в состоянии, чем я помнил. Мне точно надо пойти домой. Эта мысль была прервана звуками нескольких женских голосов неподалеку. Вернись сюда, Хикаго, останови их немедленно. А чем я, по-твоему, занимаюсь? Я преследую их? Я пытаюсь остановить их? Неа, я думаю, они поняли, что пропала сестренка сама. Продолжай бежать, малышка, у нас все получится. Только я подумал, что этот день уже не так, не так, что этот день уже и так стране некуда, как вдруг неподалеку раздался топот тяжелых шагов. Какого черта здесь происходит? Далеко впереди я видел пару девушек, быстро преследующих, еще больше девушек. Тем не менее, в этой сцене что-то было не так, что-то не имеет, что-то, что не имеет никакого смысла. У преследуемых девушек были уши и хвосты, как у животных, а преследователи оказались вооружены катаной и нагинатой. Ты вероломная лиса, а ну вернись, верни то, что украла, немедленно. Верни мне мои трусики. Хикаго, как ты могла сказать такое, так громко? Ладно, не буду это говорить. Хао, нет, помните мне спасите нас от бешеных женщин. Смотря на бегающих девушек, я невольно поймал себя на мысли оставить все как есть. Хоть я совершенно не понимал, что происходит, две девушки вооруженные бутафорским оружием, конечно же, она не может быть настоящим, заставили меня взволноваться. Я не могу назвать себя героем, если я становлю нечто подобное без внимания. Я пожалею об этом. Раздраженно бурмачая, я погнался за девушками. Хикаго, обходи слева, поняла. Я сказал, налево, почему ты мне вечно перечишь? Я не говорил правый, а значит, что забей, просто беги за ними. Пока я преследовала девушек, заметил, что деревья стали кучнее, что мешало мне ориентироваться. Сестренка сама, я больше не могу бежать, я начинаю немного, я немного, маяка тян, мы почти, маяка, маяка, я здесь, не сейчас. И прости, сестренка сама, атака ножницами. Я прибыл как раз вовремя, чтобы видеть сцена прямо как в боевике, а блондинка рухнула, окажавшись под защитой надежных объятий подруги. К ним приближались две вооруженные девушки, чей разум явно затмила жажда крови. Любой бывалый боец почувствовал бы это, девушки ринутся в драку, если я их не остановлю. Вот вы и попались, воришки, я лично приволоку ваши доморощенные задницы в деревню и заточу в кандалы. Может даже прознаете каково это бегать без нижнего белья. Да, хотя должна заметить ощущение ветерка там внизу как приятно дает почувствовать себе свежесть и покалывание. Жесть какая. А никак и боже тебе вообще не стыдно? Не тебе речь о нижнем белье. Оно украдено. Эти двое должны предстать перед судом. Сестренка сама больно. Голова болит. Все будет в порядке, малышка. И стражи, если вы так чайно хотите свое белье обратно, вот оно ловите. А ну стоять. Однако прежде чем я смогу прервать их разговор серебро... сереброволосая девушка подбросила что-то в воздух. Чтобы это не было, она летела прямо мне в голову. Две девушки самурайки в сию секунду заволновались. Ай, я ничего не вижу. Кто тут налево... Кто тут ваш налево кидается? убрав вещи своего лица, я поднял их и начал рассматривать, как заправский профессор изучает что-то важное. Воришки, тем не менее, скрылись прозов... Блин, ладно, пропустим. Вот, блин, я знал, что добром это не кончится. Ах, и ты, ты в сговоре с этими пронырливыми лисицами и немедленно положи их на землю это доказательство преступления и никто не должен их трогать. Немедленно брось. Я не виновен, пока не доказано обратно. Это одно из золотых правил суда. Дайте мне... Давайте вы перестанете тыкать мне оружием, чтобы я мог передать вам и не превратиться в шашлык. Так, что нет, хватит, заткнись, просто брось доказательство и проваливай. Я Цукино Мия, начальник и Стражей. Я приказываю тебе бросить, что ты держишь сейчас же. Что ж, дальше я просто читать отказываюсь, потому что я не хочу, чтобы меня дальше на Ютубе за порнуху забанили. В общем-то это визуальная новелла достаточно прикольная. Тут полно всяких извращений, как я уже сказал. Все как мы любим, 18+. И она доступна в Стиме. К сожалению, она доступна только на японском и на английском. Но, как видите, я скачал русификатор. Он недавно вышел, вот буквально под Новый год. Подарочек нам сделали. Так что я постараюсь оставить ссылочку на него в описании. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы поняли, что представляет из себя эта графическая новелла. И вы сделали для себя какие-то выводы. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии.